Привет, друзья! Один из моих подписчиков попросил записать видео урок о том, как сделать отражение окна в глазу. Не знаю, будет ли эта тема актуальна или нет, но если буду вам полезен, я буду только рад. Итак, приступим. Я нашел вот такой глаз в интернете, без каких-либо отражений, без ничего. И нашел окно металлопластиковое вот такого плана. Мы сейчас его с вами перетянем на Photoshop и будем с ним работать. Я думаю, для начала нужно убрать лишнее, оставить только рамку этого окна. Возьмем инструмент выделения и выделим только прямоугольную область нашего окна. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-J, у нас дублируется слой. Нижний мы скрываем, он нам пока не нужен. Инструментом перемещения поднимем немножко вверх и выберем функцию свободная трансформация. С Shift-ом немножко уменьшим размеры нашего окна. Приблизительно вот так. Для начала давайте посмотрим, как выглядит отражение в глазу. Я скачал с интернета несколько вариантов и разместил их в правой части картинки. Обратите внимание, отражение окна деформировано и в верхнем и в нижнем случае. Второе, контраст отражаемой картинки очень маленький, она почти не имеет насыщенности. И третий момент, это отражение ресниц по контуру и в верхнем и в нижнем случае. Давайте сделаем что-то похожее, подобное. Пока я их скрою, они нам не нужны. Наше с вами окно нужно немного деформировать. Выбираем Ctrl-T, правой клавишей деформация и нашими маркерами подтягиваем окно так, чтобы оно казалось деформированным. Я думаю, вот так будет достаточно. Нам с вами нужно выделить белый цвет и сделать его отдельным слоем. Заходим с вами в выделение, цветовой диапазон и выбираем только белый. Окей. Обратите внимание, белый у нас выделился в ненужных нам местах. Для этого мы уберем оттуда выделение, зажав Alt, у нас появляется Minus. И вот таким вот образом уберем лишнее выделение. Есть. Нажимаем Ctrl-J. Вот слой. Второе, что нам нужно сделать, это уменьшить контраст и насыщенность света. Для этого выбираем наш основной слой и делаем дополнительный корректирующий слой «Насыщенность». Где насыщенность ставим приблизительно минус 66. Для того, чтобы корректирующий слой применялся только к нашему окну, нам нужно правой клавишей создать обтравочную маску. Есть. Давайте сделаем нашему окну эффект наложения. Поставим замена светлым. Приблизительно вот так. Нам с вами нужно немного уменьшить насыщенность нашего окна. Для этого мы наш слой, который имеет только белый цвет, мы пока временно скроем. И нашему окну дадим заливку приблизительно, ну давайте 44%, пускай будет так. Обратите внимание, в примере, который мы смотрели в начале ролика, белый цвет значительно преобладает. Поэтому мы с вами делали дополнительный слой с белым цветом. Тоже насыщенность чуть-чуть уменьшим. Вот приблизительно вот так. Наше окно выходит за пределы зрачка. Я думаю, что его нужно еще немного уменьшить. Ctrl-T и приблизительно вот так. Я думаю, что вот такой эффект будет вполне допустимый. Можно даже еще немного уменьшить. Вот как-то так. Второй этап. Нам нужно с вами сделать эффект отражения ресниц в глазу. Создаем маску слоя, выбираем кисть под номером 112 и переворачиваем ее так, чтобы кончик нашей травинки смотрел вниз. Меняем основной цвет с белого на черный вот этим переключателем и пробуем рисовать. Немного меняем наклон. Так как у нас ресницы разные, то у нас должен быть разный размер наших травинок. Назовем их так. Нажатие поставим 100. Непрозрачность 100. Так будет легче. Вот приблизительно вот такой эффект у нас получился. Если вам недостаточно, что у нас сильно яркое окно, вы можете еще поиграть с заливкой. Сделать ее побольше, поменьше. Сам слой можно немного подобрать значение так, чтобы было максимально правдоподобно, максимально похоже. Если вам урок был на пользу, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok